Медиагруппа «Авангард» представляет Наверное, вы думаете, почему БСС, почему безопасность. Презентация у меня будет короткая, так как, как коллега из Альфа-Банка уже рассказал, с какими случаями сталкиваются и как весело им живется, и сколько интересных историй они имеют каждый день, и каким образом они борются с фродом разного уровня. Я просто хотел сказать, что в наше ДБО можно встроить разные антифрод-системы, мы партнеримся с разными вендорами, у нас есть собственный антифрод. И сегодня я как раз вам хочу предложить провести такой небольшой CTF, Capture the Flag, но только внутри нашей такой небольшой аудитории. Что требуется, да, то есть все знают, что такое сессионный антифрод, да, и что такое антифрод, грубо говоря, транзакционный, да, чем они отличаются. Ну, если не знаете, как-нибудь погуглите. Я вам сегодня расскажу про сессионный антифрод. Это, грубо говоря, приблуды, которые ставятся на мобилку, либо JavaScript, скажем так, для сайта, если вы используете интернет-эксплорер, и она контролирует все, что вы делаете, и, грубо говоря, вас запоминает. Если вашим телефоном завладел какой-то злодей, или какой-то злодей попытался установить банк-клиент на другой телефон и пытаться зайти в ваш аккаунт, зная ваши логины и пароли, по идее этот сессионный антифрод обнаружит, скажет, что это не Виктор Гулевич, а какой-то другой человек, и транзакции таким образом будут заблокированы. Здесь немножко все это описано, каким образом, какие слепки, что применяется, да, я вам честно скажу, что в нашем демо-приложении используется только один из этих факторов, который я предлагаю вам сегодня как раз и обойти. Мы будем играть в перехват учетной записи, я вам дам сейчас свой логин и пароль. Кстати, у кого айфоны? А андроиды? Вот первый раз я поиздеваюсь над айфонщиками, им чуть-чуть сложнее это будет сделать, потому что нужно будет из маркета поставить два приложения. А, и, кстати, на любом CTF-е же есть какой-то приз. Это TeamViewer будет приложение? Да-да-да-да-да-да! Черт возьми, практически, да. На любом CTF-е обычно какой-то приз, да, за что-то люди борются, либо там за деньги, либо за призы, наверное. У нас сегодня будет приз, это приз не от компании BSS, ни в коем случае, я купил его сам за свои деньги, да, и, ну потому что это же незаконно там от компании что-то кому-то дарить. Вот, то есть чек там на мое имя, все есть. Здесь у нас есть такой вот новый Xiaomi Redmi Note, что-то такое, 8, да, и, соответственно, кто первый покажет мне, что он с моего аккаунта, Гулевич с большой буквой G, провел транзакцию, тому я дам этот телефон. Вот, в общем-то, и просто. А вы сейчас на свой телефон установите просто ДБОшку, якобы ДБО, и попробуйте это сделать. Да, коллеги, это ссылка для андроида, приложение, оно из Play Market, проверенное, очень известный вендор на самом деле это делает, просто у него есть хорошая демка. На самом деле вендоров таких тьма тьмущая, да, каждый, кому не лень, сейчас пишет вот эти сессионные антифроды. Есть у Касперского, есть у групп IB, с кем мы, кстати, вот интегрировались не так давно, есть компания Frodex, не говоря уже о 600 китайских компаниях, которых мы просто не знаем, ну их около, наверное, 40. Так, следующее, что вам может понадобиться для того, чтобы обойти, так сказать, один из факторов защиты, да, я потом еще раз перейду на этот слайд. У нас есть я, ну, котиков не было у меня, к сожалению, вот я здесь такой. То есть вот это мое лицо, да, которое, вот, с которым я обычно смотрю в телефон, да, можете, кстати, его тоже запомнить, там, сфотографировать. Вот, и такое напоминание, что лучше работать в группах, да, то есть, как бы, потому что, или два телефона, да, здесь, если кто-то из вас может. Это тоже я, это я вчера, это я уже переоделся, так сказать, в неофициальную одежду. И самое главное, что вам может понадобиться после установки приложения, это, наверное, мой логин. Телефон я дал просто так, чтобы вы записали и звонили мне, когда нужно купить что угодно. Я вам продам, ну, я же все-таки продажами тоже занимаюсь. Это мой логин, Гулевич, пароля там нет. Когда вы установите приложение, вы просто заходите на вторую вкладочку, где просто нужно залогиниться. Пишите Гулевич с большой буквы и как-нибудь пытаетесь обмануть это приложение. Вот, еще у нас есть, так сказать, вот для Android, для iOS. Для iOS чуть сложнее, нужно поставить два приложения. Одно это официально Apple для тестировщиков, да, ну, вы знаете, потому что многие из вас, ну, не такие старые, многие из вас, разработчики, да, бывшие. На самом деле, там же вы подписываете все, что происходит с вами, то есть я здесь отвечаю, я здесь, то есть вы меня сможете перейти. Ему же как-то надо телефон, надо бить будет. Да, коллеги, ну, небольшая подсказка, да, то есть один из факторов, который реально используется, это мое лицо, да, вот в том формате, в котором я здесь нахожусь, можете меня вот сфоткать и, соответственно, вот что-то из этого можно применить. У кого-нибудь получилось обмануть систему? Обмануть сессионный антифрод с помощью фотографии? А вы вошли под этим, под логином, да? Ну, попробуйте ввести сумму и отправить. Ну, вы сумму введите? Ага, у меня нажималось. А на андроиде у кого-нибудь получилось? Что говорит? Подтверждено? А под моим логином зашли, под Гулевич? А как вы это сделали? А что со вторым телефоном было? А, вы показали мою фотографию своему телефону. Ну, у нас есть вот победитель, который быстро догадался, что нужно со второго телефона показать этому телефону фотографию. Дело в том, что действительно очень легко обойти один фактор, да, особенно если это, только он включен, да, но на самом деле победительских факторов очень много. То есть, где вы сейчас находитесь, как вы держите трубку левой рукой правой, как вы быстро переходите по навигации, по приложениям, потому что, допустим, всякие хакеры и всякие вот эти люди, которые обманывают, они очень быстро заходят в ДБО и знают, что там быстро сделать, каким образом. То есть, все их паттерны записаны, и вот такой вот сессионный антифрод противодействует этому мошенничеству. Представьтесь, я вам вручу мобилку. Тимофей, забирайте ваш приз. Последнее, что хотел сказать. Мир у нас меняется, действительно, коллега из Альфа-банка показывал очень много вот этих фишинговых интернет-магазинов, и всякие вот эти гиганты типа Сбербанка, там вот эти Яндекс, они создают свои доверенные среды. И вот сейчас как раз-таки новый тренд ДБО, да, дистанционное басковское обслуживание, вот эти программулины, они в себя вбирают уже целые маркетплейсы для людей и создают свои такие доверенные среды. Я ничего не рекламирую, просто говорю, что... Спасибо большое, коллеги.